Мы с моим мужем Сергеем видели первые бомбардировки Николаева. Это было в 5 утра. Казалось бы, Николаев далеко от нашего села, но было видно, как оккупанты бомбили аэродром в Кульбакино. Мы сразу поняли, что началась война. Наши дети живут в Николаеве, у сына две дочки. Мы решили, что детей надо забирать из Николаева в село. Думали, кому наше село будет нужно? Бомбардировок здесь не будет. Так думали не только мы, потому что многие перевезли сюда детей. Полное село детворы было. Дети, внуки. Все приехали к родителям из города и попали в такую тяжелую ситуацию. Поселок Лоцкино расположен вдоль железнодорожного полотна, которая через Херсонскую область ведет в Крым. Именно по этой дороге россияне переправляли военную технику с полуострова. Местные мужчины сразу организовались. Те, у кого были охотничьи ружья, у моего Сергея было ружье. Они создали самооборону, выставили посты наблюдения. Конечно, против такого количества вражеской техники это ничто. Они сначала наблюдали, считали технику россиян. Люди, которые жили у трассы, сообщали Сергею, сколько и техники проезжают через село, в какое время. Дежурили и днем, и ночью. Передавали данные в райцентр, город Баштанку. А там уже связывались с нашими военными и те должным образом встречали оккупантов. Вместе с односельчанами Сергей готовился к партизанской войне. Заготавливал коктейли Молотова и учил молодежь базовым навыкам на случай, если придется оборонять село. Наши мужчины готовили коктейли Молотова. Даже тренировались их бросать на пустырях. Готовились к обороне. Нельзя сказать, что полномасштабное наступление было для нас неожиданностью. Но то, что будет такая страшная война, никто не мог подумать. 10 марта российские военные вошли в село. Оккупация длилась всего неделю. Но за это время россияне натворили немало беды. Запугивали людей, проводили обыски, забирали мужчин на так называемый подвал, где всячески над ними издевались. Однажды пришли и к Сергею. Оккупанты вытолкали мужа за ворота, начали бить его автоматом в спину и говорили, ты укроп, укроп. Сергей удивился в ответ, почему укроп? Российские солдаты были решительно настроены. Они хорошо знали, кто он такой, знали, за кем они приехали. Мой муж был в легкой ветровке, в домашних тапочках, без шапки. В том его и повели на улицу. На следующее утро военные снова приехали с обыском. В третий раз за сутки. Испуганная Татьяна побежала к воротам и увидела обессиленного Сергея. Смотрю, выводят Сергея из автобуса. Он весь избитый, лицо побитое, рука подвязана. Я к нему бросилась, спрашиваю, что с рукой? А он отвечает, простреляна, пуля в локте. Смотрю, кисть у него вся отекла и посинела. После очередного обыска мужчину забрали. Больше живым Татьяна его не видела. Она повсюду искала мужа, даже ездила в соседние села. Но Сергея нигде не было. Где-то около часа ночи мне так тяжело на душе стало, так тоскливо. Я тогда подумала, как же мужу, наверное, сейчас плохо. Я начала молиться, чтобы Господь помог ему пережить. Все это горе. 18 марта россияне ушли из поселка. Татьяне об этом рассказала соседка. Она увидела опустевшие блокпосты. Вместе они продолжили искать Сергея. Соседка говорит, там уже нет российских военных. Поехали посмотрим. Может, они где-то в том районе бросили Сергея. Мы сели на велосипед и примчались туда. Там уже было много местных. Мне говорят, Таня, ты только держись. Я тогда все поняла. Я туда, а там такая яма квадратная, и в ней тело Сергея. Окупанты застрелили его и прикопали. Накрыли какими-то половиками, матрасами, засыпались сверху землей. Потом уже местные люди увидели выглядывающую из земли руку и откопали Сергея. Когда мы приехали, он уже лежал на матрасе, в очень страшной позе. Не передать, как это было страшно. Руки, ноги изогнуты в разные стороны, весь избитый. Я к нему бросилась, футболку подняла, а на теле следы от автоматной очереди. Я наплакалась, накричалась. Люди нашли автомобильный прицеп, положили туда тот матрас, на него тело Сергея. Кум наш, который мыл его перед похоронами, говорил, рука была вывернута, мышцы сильно опухли, в руке были ножевые ранения. Кожа на пальцах была содрана, практически вся. После похорон мужа Татьяна пытается привыкнуть к новой жизни без него. Много лет он был для нее тем самым крепким плечом. Пол жизни прожили вместе. Мне до сих пор не верится, что в Сергея нет живых. Когда его не стало, вся моя жизнь словно развалилась. Мне очень его не хватает. Мы с ним с института вместе. В этих числах 40 лет со дня нашей свадьбы. Мы 40 лет вместе прожили. Татьяна уверена, даже если бы муж заранее знал, какая судьба его ждет, поступил бы точно так же. Ведь именно о таких, как Сергей, говорят, настоящий патриот своей страны.